С 1 июля в России стартуют кардинально новые правила игры для строительной отрасли, объемы которой оцениваются в 5 триллионов рублей, а количество заключенных договоров – 132 миллиона квадратных метров. Но как это часто у нас бывает с новым законодательством, наиболее важные правоустанавливающие нормы сегодня рисуются в буквальном смысле – с листа. Итак, уже на финишной прямой Федеральное министерство строительства и ЖКХ разродилось с проектом постановления о нормах переходного периода. Окончательная версия этого документа появится не ранее середины марта. Вопрос, почему за 4 месяца до глобальной перестройки рынка его игрокам предложили очередную передышку, только на первый взгляд кажется риторическим. Закон сырой, и поскольку это бы означало для министерства не выстрел в ногу, а скорее себе выстрел в голову, но поскольку никто не хотел умирать, соответственно, пришли к такому выводу, что лучше растянуть этот переходный период еще на 2 года. Месседж переходного периода 28 февраля обозначил Владимир Якушев. Часть застройщиков получит возможность достраивать по старым правилам, часть застройщиков получит банковское финансирование, часть застройщиков не получит ни банковского финансирования, не подпадет под действием постановления. За внешней невозмутимостью министра на самом деле хорошо считывается признание того факта, что глобальный переход на работу со счетами из Кроу, на которых в банках до завершения строительства в будущем должны храниться деньги дольщиков, был бы крахом для отрасли. К примеру, в Новосибирской области проектное финансирование по такой схеме смогли получить пока только два застройщика – группа компаний «Стрижи» и компания «Сип Академстроев». А единственным банком, который дошел до фазы реальной выдачи денег, стал Сбербанк. Сейчас внимание всего общества и людей, и профессионалов сосредоточено на этом узком моменте перехода. Но переход закончится. Никто сейчас не пытается адаптировать банковскую систему Российской Федерации для не Москвы, для замкадья. И это следующий жесткий будет хлопок на отосы. Это все очень сильно походит на барак по залету. Вроде свадьба, вроде столы накрыты и так далее, но угрюмое раздражение висит над всеми. Угрюмое раздражение у игроков рынка возникает еще и из-за того, что перспектива доиграть свои проекты по старым правилам – это возможность для многочисленных спекуляций. Пока критериями отбора в этом случае могут быть или 10% зарегистрированных договоров долевого участия, или 30% готовности объекта. Потом оказывается, что у фирмы реально 50% выполнения, а она смогла подтвердить только 38% или наоборот. Но есть второй еще момент – 10% зарегистрированных в ДДУ. Тоже люди пойдут в юстицию, и до 10% на своих сотрудников, на родственников будут регистрировать договоры. Для объективного расчета критериев строительной готовности срочно будет создана межведомственная комиссия из представителей регионального Минстроя и профильного комитета ЗАГС Собрания. Хотя… Эту работу должно было выполнить Министерство строительства Российской Федерации. И профильный комитет государственной. Да, да. И спустить его с какими-то поправочными коэффициентами в зависимости от цен. Но сегодня уже не важно, кто именно сделает момент перехода максимально прозрачным, а правила равными для всех участников этого квеста. У нас сегодня 406 объектов есть, в которых участвовали своими деньгами либо дольщики, либо члены ЖСК, либо инвесторы еще по старым законам. Вот из этих 406 объектов 45% должны были быть уже введены. Причем некоторые введены год назад, а некоторые и 10 лет назад. То есть вот этот переходный период на два года обеспечен. Причем застройщики не сильно надежны, будут иметь более выгодные условия, чем нормальный надежный застройщик. Не менее парадоксальная ситуация служится и с застройщиками, которые смогут рассчитывать на льготное финансирование из фонда защиты обманутых дольщиков. Он будет докапитализирован из федерального бюджета. За компании, которые смогут рассчитывать на такую поддержку, должны поручиться регионы. Не в прямом виде это будет выглядеть в качестве поручительства, как юридически верно оформленной бумаги, но некие гарантии все-таки должен дать субъект Российской Федерации. Сейчас в ближайшее время, я думаю, этот механизм будет докручен. То, что для федерального министра только эффектная фигура речи, для первых лиц регионов – уравнение со множеством неизвестных. Мы поинтересовались, как эту ситуацию будут докручивать в Новосибирской области. Сегодня как раз идет уточнение, как будет глава субъекта принимать решение и брать на себя ответственность и давать гарантии. Мы морально к этому готовы. Конечно, беспокоят, что время идет 1 июля все ближе и ближе, а вот эти нормативные документы еще не подписаны. Обязательно организуем это обсуждение с участием наших застройщиков и банкиров, для того, чтобы участники рынка еще до утверждения нормативных документов могли подготовиться к переходу на новые условия. Региональным властям придется сдать непростой экзамен, еще и потому, что перед ними поставлена задача не только не уменьшить объемов воды жилья, но даже и увеличить их. Как на фоне всего происходящего этого добиваться, в принципе, вообще непонятно никому. Очень многие компании, которые будут понимать, что они не получат никогда банковского проектного финансирования, будут пытаться как можно больше объектов завести под эти самые 30%. Поэтому здесь власть областная должна будет проявить стойкость, потому что в конце концов отвечать за все ей. Но рано или поздно временная передышка, которую дали отрасли, все-таки закончится. И выигрыши останутся те, кто умеют не только строить, но и правильно распоряжаться деньгами дольщиков и работать с банками. Мы ждем жесткой посадки достаточно, но смотрим с оптимизмом, потому что мы давно уже поняли, что вступление в силу этого закона, оно неизбежно. Новая реальность предельно понятная. Она, безусловно, наведет порядок на рынке, это вдвойне хорошо, но она обойдется повышением цен, но за все нужно платить. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам, добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента.